Я еще раз хочу напомнить, что достойнейшие люди, герои наши, большинство из них умирали за пределами, они похоронены за пределами, многие из них мы даже не знаем, где их могилы, поэтому в этом нет ничего такого страшного. Так, что ты думаешь об интервью Умара Джабраилова? Что ты думаешь об этом человеке? Что скажешь об этом интервью? Ну не знаю, говорит брат, у нас так говорят, салам алейкум, это вот ваххабисты есть у нас, они говорят ассалам алейкум, ну меня заинтересовало это, я говорю, а кто такие? Я говорю, Миша, ваххабисты это, что за люди? В прошлом эфире ты говорил, что для тебя имеет сакральное значение возвращение на родину, так ради чего ты ведешь борьбу с нынешней властью. Слушай, я не помню, чтобы я такое словосочетание, как сакральное значение употреблял, по крайней мере это не мои вообще обороты речи, может быть, не знаю, что-то подобное, может быть, я и говорил, но как бы там ни было, возможность вернуться домой, она, конечно, очень важна, и в целом это желание, оно понятно. Когда твой уезд из своего дома, со своей родиной, это не какое-то обдуманное решение, к которому ты пришел из-за каких-то своих размышлений, ты к этому готовился и принял решение, что ты хочешь совершить хиджру, переехать с концами куда-то в другое место. То есть, когда так человек переезжает, то навряд ли он будет стремиться к тому, чтобы вернуться. Но в нашей ситуации, когда ты внезапно просто из-за обстоятельств, произошедших с тобой, ты вынужден был просто выехать, убегать, и тем более, если ты еще и убегал без осознания того, что ты уезжаешь на долгое время, ты собирался буквально решить какие-то свои проблемы и вернуться, то в этой ситуации ты постоянно находишься в таком состоянии стремления вернуться. И вот я и многие, наверное, большинство из людей, которые уехали, они, наверное, находятся тоже в таком состоянии. Поэтому, да, это постоянное такое желание, мы хотим вернуться, это цель. В прошлом эфире я просто говорил, что эта цель не является какой-то победной. Если ты не вернулся, то ты не победил, такого нет. Но если не получится вернуться на нашем веку, значит, такова судьба, в этом нет ничего страшного. Я, кстати, вот это к предыдущей теме тоже подходит. Вы поймите, что мы даже за пределами, мы вполне нормально себя чувствуем, вполне достойно живем. И от того, что мы не вернемся домой, если у нас не получится, если смерть настигнет нас здесь, мы не будем сильно этим огорчены. То есть в этом нет какой-то, как раз таки в этом и нет какой-то сакральности. Посмотрите, я призываю как раз таки к тому, чтобы посмотрели, как здесь живут чеченцы, уехавшие. Они живут очень достойно. Эти люди работают на хороших работах, имеют какие-то таланты, свои какие-то стартапы, свои идеи. Они ездят на хороших машинах, они работают на хороших работах, они прекрасно одеваются, они обеспеченные, образованные. То есть в религиозном плане, в каком-то ином плане, во всех отношениях здесь очень хорошие, достойные люди. И если этих людей застигнет смерть здесь, наверняка, конечно, многие из нас хотели бы, чтобы это произошло на родине. Ну а то, что мы не получим этой возможности быть похороненными на родине, от этого ничего такого кардинального поражения не произойдет. Я еще раз хочу напомнить, что достойнейшие люди, герои наши, большинство из них умирали за пределами, они похоронены за пределами. Многие из них мы даже не знаем, где их могилы. Поэтому в этом нет ничего такого страшного. Так, что ты думаешь об интервью Умара Джабраилова? Что ты думаешь об этом человеке? Что скажешь об этом интервью? Ну, все, что мне хотелось об этом сказать, я, наверное, написал коротко у себя в телеграм-канале. В целом, очень печальные, наверное, впечатления после просмотра. 65-летний человек, когда он в этом возрасте, в 65-летнем возрасте, слушать его рассуждения про небесные силы, про какие-то небеса, которые ему спасли, ему помогли. Про царство небесное Ахмату Кадырову. Ну, если бы это был троллинг, я бы это, конечно, понял, но я-то понимаю, что это не троллинг. И за все это интервью, там, по-моему, около трех часов, да, это интервью, он только один раз вообще произнес Аллах. Все остальное время он говорил о небесах, о чем-то. Короче, это, конечно, все очень печально. Прожить 65 лет, прожить в достатке, имея такие возможности, и прийти вот к этому возрасту с такой кашей в голове, это очень печально. А самое в этом неприятное, то, что он же до сих пор, ну, не было от него каких-то вот таких подробных интервью, я, по крайней мере, не видел. И каким-то таким вселенским злом он для нас не ассоциировался. Он такой джагель, невежда типа, да, бизнесмен такой, ну, обрусевший такой тип. Ну, в общем, все, что угодно о нем можно было сказать, но самое неприятное, что ты мог о нем сказать, это вот, что, типа, обрусел, там, ну, джагель, какой-то там образ жизни развратный, ну, там, типа, наркоман. Но это такие личные какие-то его моменты, но на нем не было крови, он не был известен тем, что он там какой-то душегуб, что он как-то боролся там со сторонниками нашей свободы, там, что у него были какие-то религиозные какие-то там претензии, ничего такого не было. И тут, на, он дает это интервью, и там начинает, и там он несколько раз говорит, что он там боролся с ваххабизмом. Вот кто тебя, как бы, тянул за язык эти вещи, говорит, зачем тебе это нужно было? Ты понятия не имеешь, что такое ваххабизм. Вот задай ему какие-нибудь базовые вопросы про ваххабизм. Он ответит, как, наверное, этот таксист азербайджанский мне как-то сказал, мы поехали с друзьями в Баку в 13-м, по-моему, году. И таксист старый, таксист 75 лет ему было, очень такой уже возрастной. Он нас везет, значит, обратно везет из Баку на границу. Он, таксист, довозит тебя до границы, там ты пешком переходишь границу, и дальше на другом такси, там или на маршрутке едешь. И, значит, он везет нас на границу, и я у него спрашиваю, Миша его звали, я говорю, Миша, а че, почему у вас здесь говорят салам алейкум? Вместо ке говорят, че. А он мне говорит, ну, не знаю, говорит, брат, у нас так говорят, салам алейкум. Это вот ваххабисты есть у нас, они говорят, а салам алейкум. И он мне заинтересовало это, я говорю, а кто такие, я говорю, Миша, ваххабисты это, что за люди? Он говорит, ну, они, говорит, намазы по-другому совершают. Когда у них человек умирает, они, говорит, его хоронят, бегом, сразу бегут, говорит, хоронят его, спешат с похоронами. И вот, когда оздороваются, они вот так говорят, а салам алейкум, говорит. И я у него спрашиваю, а как я говорю, они намаз по-другому читают, Миша, что они по-другому делают? Ну, что он так повернулся и говорит, брат, я не знаю, я же не молюсь, я же не умею. Он говорит, 75 лет, старик, который сейчас, если он за рулем вот едет, и если прям там его смерть настигнет, инфаркт, инсульт, никто не удивится, не спросит, почему он умер. Как бы уже возраст у человека такой. И он за свои 75 лет, он даже не знает, как совершается аномаз. То есть, его вот это представление, это четкая, на самом деле, такая, такой четкий пример, параллель с этим Умаром Джабраиловым, который говорит про ваххабизм. Вот у него ровно такое же понимание, как у этого. Он просто услышал, что они намаз как-то по-другому читают, и вот он просто это передал, хотя он понятия не имеет, он сам никогда его не совершал. Также и вот Джабраилов, который говорит типа про ваххабизм, с которым он боролся, но он понятия не имеет, о чем идет речь. То есть, вот эти вот вещи, которые он нам на интервью сказал, он сам себе, себя бывает, сделал врагом для многих людей. Так, в целом, к нему отношение до сих пор было такое ровное. Хотя, я понимаю, что даже вот эта болтовня его про борьбу с ваххабизмом, я понимаю, что это болтовня, нигде он ни с чем там не боролся. Это примерно такая же история, как с этим фугасом, что он рассказывал, взорвался фугас, там что-то руку. Какой фугас? Если бы Джабраилов когда-то в республике взорвался бы на фугасе, у нас бы вся республика об этом знала. Это приблизительно такая же история. Но он захотелось ему это сказать, и, честно говоря, очень зря он это сделал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»